Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24 в студии Егор Матаев. В начале выпуска расскажу коротко о главном. Больше 70 миллионов рублей получит Алтайский край на реабилитацию инвалидов. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко. Уже 4 кандидата от разных партий заверили свое участие в выборах в Барнауле. Как идет подготовка к единому дню голосования. 80 человек эвакуировано, из них 13 дети. Крупный пожар произошел в многоквартирном доме в Барнауле. Репортаж с места событий выпуски. Больше 70 миллионов рублей получит Алтайский край на реабилитацию инвалидов. Проект региональной программы находится на согласовании Минтруда России. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко на Координационном совете по делам людей с ограниченными возможностями здоровья. 184 тысячи жителей Алтайского края имеют инвалидность. Из них 10 тысяч дети. Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня обсудили на Координационном совете. Его провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Чтобы губернатор увидел, какие существуют проблемы, что мы из себя представляем для того, чтобы построить дальнейшее развитие общества в целом для инвалидов. Виктор Томенко ознакомился с работой ресурсного центра для людей с инвалидностью. За год работы к специалистам обратились больше 8 тысяч человек. В центре консультируют по самым разным вопросам. В одном месте находится служба занятости, пенсионный фонд, а в одном из кабинетов можно даже подобрать протезы. Человек получил, как мы говорим, просто группу инвалидности и уехал себе в деревню. И когда это он поедет, и захочет ли он поехать в райцентр. А здесь, пожалуйста, его все ждут. И фонд социального страхования, и занятость, и пенсионный фонд. И поэтому, вы знаете, меньше стало к нам звонить, и меньше поступать вопросов. Правительство Алтайского края работает в этом направлении. Региональное министерство труда и социальной защиты направило на согласование в Минтруда России программу формирования системы комплексной реабилитации инвалидов. Сегодня наша программа подготовлена. Ее проект проходит в согласовании в органах власти федеральных. В Минтруд направили конкретные, я знаю, уже документы. И если все наши планы подтвердятся, и согласование такое будет получено, то мы можем рассчитывать, что дополнительно в следующем 2020 году из федерального бюджета поступит еще более 70 миллионов рублей. В этом году увеличатся выплаты семьям с детьми-инвалидами с 5 тысяч до 10. И это только один из шагов для улучшения условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. 80 человек эвакуировано, из них 13 дети. Крупный пожар произошел в многоквартирном доме Барнаула. Для его ликвидации пришлось задействовать больше 70 сотрудников МЧС. А площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. Ликвидацию последствий ЧП взяли на контроль власти города и края. Целый квартал в Барнауле заволокло дымом. Невозможно дышать. Это первые сообщения, появившиеся в социальных сетях о происходящем от очевидцев. В 7 вечера в Барнауле по адресу Северо-Лосихинский проезд 60 начался пожар. Возгорание началось в квартире на пятом этаже жилого дома. Предположительно из-за короткого замыкания в проводке кондиционера. Огонь перекинулся на соседние квартиры и кровлю, которая частично обрушилась. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Как сообщил сайт краевого МЧС, одна из причин масштабности ЧП, сообщение о возгорании на пульт дежурного пришло поздно. Подъезду пожарной техники мешал припаркованный во дворе дома автотранспорт. Мы работаем по второму рангу пожара. То есть это повышенный ранг пожара для нашего гарнизона. На месте тушения пожара работало более 70 спасателей. Они задействовали свыше 20 единиц техники. Жители соседних подъездов, как могли, пытались помочь спасателям. Приносили питьевую воду. Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего дома. Это 80 человек, 13 из которых – дети. Главное – удалось избежать человеческих жертв. Жители пострадавшего дома предпочли в эту ночь отправиться к родственникам и знакомым. Нам сказали, что сегодня нас запустят туда, чтобы мы квартиру закрыли, чтобы забрали вещи, которые нужны. И, конечно, уедем отсюда. Ну а для тех, кому идти некуда, обустроили пункт временного размещения. Он находится здесь, в 127-й школе. Пункт временного размещения пострадавших был развернут сразу после поступления информации о ЧП. Здесь дежурные сотрудники администрации индустриального района вместе с волонтерами составляли списки погорельцев. В самом пункте подготовлено все необходимое. Это вода, продукты, питание. Организовано дежурство медиков. Пункт был готов принять до 50 человек. Вот 30 кроватей мы развернули. Вот еще подсветили. 20 вот есть. Готовы еще. Если есть необходимость, так и еще. Есть помещение еще. Необходимости размещать пострадавших на ночлег не возникло. В час ночи в зале еще не было ни одного человека. Люди, проходившие регистрацию на первом этаже школы, на вопрос, останетесь ли ночевать, отвечали нет. Те, кто не мог уехать к родным, свой дом оставлять не хотели. Как, например, Ольга Тверякова. Она отправилась искать кота, который пропал во время пожара. Я скорее за кота, он от меня убежал, я его не могла. Тут уже все орут в подъезде выходить, и уже дым начал поступать, уже там вообще. Все двери взломаны. И у всех сейчас, кто взламывал дверь, спрашиваю, кота видели? Нет, нет, мы вскрывали. Кто вскрывал? Мы не знаем, кто вскрывали двери. И кота не нашли. В настоящее время дом отключен от всех коммунальных систем. Нет электроснабжения и воды. Сегодня сотрудники ТСЖ и специалисты администрации индустриального района проводят осмотр квартир и уточняют ущерб от огня. Владислав Кириенко, Сергей Сидых, Аркадий Супрун. Новости. В индустриальном районе Барнаула введен режим ЧАЭС. Это особый режим, который позволит принять срочные меры для ликвидации последствий пожара. Объемы причиненного огнем ущерба сейчас выясняют эксперты. По всему периметру здания полностью сгорела кровля. Остались только железные настилы. Пострадало большинство квартир пятого этажа. Водой при тушении залило подъезды и квартиры ниже. Даже на первом этаже очевиден масштаб ущерба. Я же во время пожара сюда пять раз проникал, и я убирал воду. Я пеленки детские брал и пеленками все сносил. Иначе бы весь этот ламинат вздувился. Вздутый ламинат, расплавившийся пластик на потолке, покрытые горью стены. Это квартира Анастасии Чучевой. И женщине еще повезло. Нас спасли негорючие материалы. То есть у нас загорелся потолок, и потолочные панели, они были негорючие. То есть бывает дешевый пластик, этот пластик был дорогим, и он нас спас. Да, они пошли винтом, они полностью нас вот так вот обрушились. Но смотрите, они целые. Они в копоти, но они не загорелись. Потому что если бы загорелся этот потолок, тут я боюсь, что одной ванной комнатой не обошлось. Могла сгореть и вся квартира. Сама квартира была куплена в ипотеку, значит застрахована. Теперь Чучевой предстоит общение с банком. Он может снизить размер ипотечного платежа, но ремонт все равно придется делать за собственный счет. Многие живут в кредит. И поэтому первое, куда мы будем обращаться, что это, как нам кажется, это страховой случай. Вот мы будем звонить в банк, уточнять, возможно ли какая-то компенсация и так далее. Жильцы пока занимаются уборкой, выносят сгоревшие балки, вымещают пепел. А в доме уже работает комиссия. Ей предстоит оценить ущерб. В первую очередь надо решить, что делать с кровлей. Если начнутся дожди, вода начнет затапливать квартиры. Кровля достаточно большая, около 2000 квадратных метров. Пострадала она полностью. И ТСЖ, который управляет вот этим домом, товарищ собственник Жиле, конечно же, не справится в одиночку. На счете, тем более, совсем небольшие суммы находятся, средства. Администрация Барнаула заявила, что владельцам квартир, пострадавших от пожара, средства на восстановление выделены не будут. Но глава города Сергей Дугин пообещал, будет оказана оперативная помощь по восстановлению крыши. Ее ремонт планируется начать уже в начале следующей недели. Анна Муратова, Сергей Балуев, новости. Именно эта новость стала сегодня главной темой выпуска программы «Катунь.Лайв». Включайте эфир нашего телеканала сразу после выпуска. В студии «Ликвидаторы пожара» пострадавшие очевидцы. В течение двух часов наши ведущие Антон Скали и Анастасия Борисова будут выяснять еще больше подробностей ЧП из первых уст. Задавайте свои вопросы в социальных сетях нашего телеканала. А также ждем ваши звонки в прямом эфире на телефон студии, который вы видите на своих экранах. Звонок бесплатный. Уже четыре кандидата от разных партий документально заверили свое участие в выборах в Бурнауле. Напомним, 8 сентября 2019 года объявлен единым днем голосования. Сами выборы делятся на несколько уровней. В АКЗС, в органы местного самоуправления и районные выборы глав сельских поселений. Только в Барнауле откроется 12 участков для голосования. Все участки будут оснащены компьютерами и техникой для подсчета голосов. Впервые на пяти районных участках поставят КАИБы. А пока кандидаты начинают агитацию. До 27 июля включительно окружной сберком принимает документы на участие депутатов в выборах. Это могут быть как представители партий, так и самовыдвиженцы. Чтобы выдвигаться без партии, либо из малочисленной партии, нужно собрать подписи в свою поддержку. От 1700 до 3000, даже больше. Прием документов ведется в штатном режиме. Жалоб и вопросов пока не поступало, говорят представители избирательной комиссии. Подробнее о выборах можно узнать на сайте Краевого избиркома. Либо по телефону горячей линии 363-062. 14 звонков всего поступило на данный момент на горячую линию, которые так или иначе могут касаться вопросов, связанных с организацией выборов. В основном, как обычно, вопросы поступают больше бытового, какого-то иного характера, если избиратель пользуется телефоном горячей линии Краевого избиркома. И в целом, вопросы в основном касаются исключительно получения той или иной консультации, связанной с проведением выборов органов местного самоуправления. И к новотям спорта. Зональное первенство России среди юношей 2003 года рождения завершилось в Барнауле. Дмитрий Гладких побывал на финальном матче. Этот футбольный турнир для молодых 16-летних футболистов – хороший шанс показать себя в играх против сверстников. Ведь совсем скоро самые талантливые из них могут пополнить команды мастеров и заиграть в футбол уже на более высоком уровне. Да, безусловно, есть ребята, которые могут стрельнуть в будущем. Но тут еще надо работать и работать в любом случае. В Краевую столицу на зональный этап приехали две команды Новосибирска, по одной из Междуреченской и Новокузнецка. Алтайский край представляли четыре коллектива. Бискоидю США номер два, барнаульские команды Алтай, Полимер, Динамо. Соперников разделили на две подгруппы. Играть приходилось два тайма по 40 минут. На стартовом этапе первые места в своих группах заняли барнаульские динамовцы Константина Белозерского и хозяева поля – футболисты Алтая под руководством тренера Николая Копылова. Оба коллектива не пропустили ни одного мяча, зато в атаке не оставили камня на камне от оппонентов. Алтай забил в ворота своих конкурентов семь голов, а Динамо – двадцать. В финальную часть барнаульского этапа команды выходили с учетом игр между собой. Конкуренция была серьезная. У нас была самая, я думаю, сильная группа – Сибирь, Междуреченск. Но мы справились хорошо, вышли с первого места. В заключительном матче турнира решалась судьба первого места. На поле стадиона «Сдюшор» Алексея Смертина встретились победители своих групп – барнаульские команды Алтай и Динамо. В игре этих двух соперников было много сумбура, сказывалось волнение. Каждый из коллективов хотел добиться победы, чтобы снять все вопросы о чемпионе. В первом тайме болельщики не увидели забитых мячей. Судьба игры решилась в начале второго отрезка встречи. Фортуна в этом противостоянии была благосклонна к «Динамовцам». Они добились победы со счетом 2-0. По регламенту соревнований в финал окружного этапа первенства выходили две команды. Счастливыми обладателями путевок стали игроки «Динамо» и новокузнецкого «Металлург Кузбасса». Теперь, в конце августа, в начале сентября, окончательные даты будут известны позже, оба коллектива отправятся в Красноярск и Лечиту, где примут участие в сибирском финале. Дмитрий Гладкий, Роман Хайрулин. Новости. К этому часу у меня все. Эти и другие новости ищите на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканалов в социальных сетях. С вами был Егор Матаев. Итоги этого дня подведем ровно в 20.30. Будьте с нами. Субтитры подогнал «Симон»!